Он от Рейсплесса сразу вверхался, хотя Сорок тоже оказался не совсем далеко. Но позиция у Слима была лучше, он сразу захватил Гаусс и вот уже захватил лидерство. Второй фраг за 16 секунд. Достаточно неплохое начало. На Столк Ярде тактик очень много. Слим, скорее всего, выберет тактику Раш. Он будет пытаться загнать соперника в ноль. Посмотрим, удастся ли ему это. Но действует, видно сразу, что действует он агрессивно. Он даже особо не собирает весь армор, он просто летает, ищет соперника и пытается его убить как можно больше раз. Ну вот, в принципе, за первую минуту уже 4 фрага, как для Столк Ярда это очень даже неплохо. Очень хорошо, судя по всему, слышит соперника, потому что на ходу залетает и уже простреливает углы. Все ящики, которые только можно. Прошла только минута 15 секунд игры, а уже 6 фрагов. Скорее всего, сейчас будет седьмой. Да, седьмой. Скорее всего, сорок согласился зря на эту карту, потому что это домашняя карта Слима. Очень неплохой РПГ, вовремя я переключился. Это то, о чем я сегодня говорил, что лучше всего ракеты и подстволки бросать над головой соперника. Самый максимальный урон, когда наносишь сопернику, грубо говоря, хедшот. Это как вот стрела, только не в тело, а в голову. Это то же самое. Удар наносится в голову, максимальный дэмэдж, при этом возможность либо разбить соперника об пол. Нельзя было создавать! Я отлучусь буквально на минутку, а вы пока понаблюдайте за событиями. Я отлучусь буквально на минутку, когда наносится в голову. Пока меня не было, вижу, Слим сделал два фрага. Значит, вроде особо ничего не пропустил. Привет! Привет! Кто? Кто? Это? Это... Это арт сервер. В принципе, уже за 3,5 минуты игры понятно, что у Сырка шансов очень мало. Очень неплохой хедшот, практически незаметный. Самые уникальные хедшоты именно вот такие, когда человек стреляет и при этом практически не видно даже попадения. Настолько быстро всё происходит. Видно, что спокойно Слим двигается по Сталкьярду. С мувментами проблем никаких нет. Осталось только АИМ подтянуть. Хотя, как видите, 22-2. Он особо, наверное, не жалуется. Его вполне устроит этот счёт. Просто отстрел. А! Что? Сырок уже. Сырок уже отчаянно пытается засыпать Слима, но у Слима слишком много хп армора. Он постоянно успевает всё отхавать. Он быстро передвигается свободно по карте. Не оставляя своему сопернику никаких шансов. Тот даже не успевает подобрать толком ничего, кроме автомата. Уже прогалус мочу даже и добраться не может до него. Вот немножечко достал Сырок всё-таки Слима, но незначительно. Только снял всю броню фактически. 14 минут прошло, а счёт уже 32. Такое уж совпадение по сетке, что Сырок прорвался вперёд, обошёл всех своих противников. А теперь в сетке лузеров играется Слимом. Очень неплохой шот. Тоже очень интересные шоты, когда на всей скорости попадаешь в игрока. Практически всё происходит за доли секунд. Иной раз не успеваешь ничего сообразить и вообще сам думаешь, боже, что я так что сделал. Прострел вверх. Этот прострел очень эффективный. Можно ждать соперников с любой точки. И как только он попытается с коридора зайти в склады, его сразу же сносит Гауссом. Ещё один прострел. Фактически склад это сплошное место для прострелов. Здесь не нужно иметь особо точный имп. Самое главное уметь свободно перемещаться по ящикам и владеть Гауссом. С какой бы стороны ни зашёл соперник, всегда можно найти угол, с которого его можно прострелить. Сырок, скорее всего, просто выбрал неправильную тактику, либо очень разнервничался. Потому что он фактически вместо того, чтобы отхаваться и забежать со всем оружием, и, возможно, попытаться повесить хитшот, он берёт одно-два оружия и пытается просто попасть в слиму. Не знаю, в голову, в пятку или ещё куда-нибудь. Как и предполагалось. Четыре попадения с пистолета сырком, но это всё очень неэффективно, так как слим отжирается буквально за считанные секунды. А автомат стреляет намного быстрее, чем пистолет. Вот видите, это та точка, про которую я говорил. С какой бы стороны ни зашёл соперник из коридора в склад, в голову бьёт луч. В принципе, сразу даже видно, насколько свободно передвигается слим по сравнению с сырком. Это даёт ему огромное преимущество. Он собирает всё оружие и броню в пять раз быстрее, чем сырок. Ну, возможно, это всё-таки из-за нервов. Потому что сырок достаточно неплохой игрок. Он, в принципе, больше играет аркаду-арену, но на чемпионате он сегодня впервые. Субтитры делал DimaTorzok Федя, судя по всему, просто разыгрывается хорошенько, чтобы потом попытаться отостить в финале. Ведь он определённо рассчитывает туда попасть. Пожалуй, единственной преградой для него могут стать только просто валет, который недавно проиграл Вано, а потом тот же Вано или скрин, которые определённо тоже будут добираться до 1-4 финала. Сырок уже не выдерживает, он просто останавливается. Он как будто уже бежит наперёд, пытаясь умереть как можно больше раз для приличия, стреляя с пистолета. Раз-два-три, раз-два-три, полетели. Взяли патроночки, чик, полетели. Так, на бэк-ярд. Никого, наверное, в складах. Опа, вот он, вот он, надо валить срочно. Бас, ракета, вон. Всё равно валить. Агрессия. Подголочка. Где сырок? Вот сырок. Ещё раз, вот. Полный релакс. Довольно чёткие движения у Слима. Отличный шот. Залетел и убил. Прошло, наверное, ну меньше секунды, как он увидел соперника и сразу же нажал кнопку выстрела. Видите, спокойно двигается по карте, туда-сюда. Он уже успел слетать вокруг карты, наверное, раз 15, при том, что прошло только 12 минут. А счёт уже 62. Вполне возможно, что доберётся до сотни. Странно, он пытался убить соперника на нижний уровень, но он пытался выстрелить верхнюю лампочку. Попытался собрать армор, которого нет. И всё-таки убил соперника, чуть не соткнувшись с ракетой. Непонятно, что пытается сделать сырок. Давайте понаблюдаем за ним. Угу, он пытается прыгать. Продолжение следует...